В освобожденной Балаклее Харьковской области заработали магазины, аптеки и банкоматы. Возвращаются назад и люди, но главная опасность, которая еще остается, это мины. Враг буквально нашпиговал все вокруг растяжками. Ежедневно саперы обезвреживают сотни таких находок, помогают даже роботы. Одного из таких помощников харьковским спасателям передали американские партнеры. На подъезде к Балаклее еще стоит нескошенная пшеница. Там фермер Василий Жувага говорит, так и не смог собрать урожай, потому что поля заминированы. И это же ничего не посеяли. И весной, если не разминируют, ничего не посеем. И что оно будет, кто его знает. И пшеница осталась 95% в поле нескошенной. Потому что никак нельзя было скосить. А все главное проблема с разминированием. После освобождения Балаклея 8 сентября мины и смертоносные растяжки находили повсюду, говорят саперы. Выявляли такие дворы, которые были заминированы. Стояли растяжки за калиткой. То есть, чтобы когда человек заходит в свой двор, открывает калитку, она сдергивает растяжку и граната или там противопехотная мина, если это ОЗМ-72, срабатывает. Особенно много мин неподалеку тех мест, где размещались российские солдаты. Они боялись наступления украинской армии и минировали подходы к своим позициям. В этом лесу на въезде в Балаклею саперы проводят разминирование уже не один день. Помогает пиротехникам вот такой робот. Он приехал из США. Спасатели назвали его Бобер. Робот может подъехать туда, куда саперу подходить очень опасно. Для начала мы поднимаем в воздух коптер и с воздуха осматриваем территорию. Мы видим через коптер, что есть такие боеприпасы, как ПОМ-3, к которым не может подойти сапер. Тогда мы уже запускаем робота. И с его помощью проводим уже более детальную разведку той местности. Робот подъезжает к мине, которая торчит из песка в лесу осторожно, руками-манипуляторами вынимает ее и перемещает в то место, где мину будет уничтожена. Если сапер подойдет ближе, чем 15 метров до взведенной в боевое положение противопехотной мины ПОМ-3, она сработает. На движение робота сейсмодатчик не реагирует. Поэтому можно подъехать на роботе, установить небольшой заряд взрывного вещества недалеко от противопехотной мины и дистанционно уничтожить. Бобер незаменим для уничтожения особо опасных противопехотных мин ПОМ-3. Это новая российская разработка. Их размещают дистанционно. Мина выбрасывает шомбл, благодаря которому встроят в землю. В высокой траве зеленую мину практически не видно. Вмонтированный сейсмодатчик настроен исключительно на колебания грунта от шагов человека. Датчик цели передает на исполнительный механизм команду, что подошел человек в зону поражения. С середины этой мины с помощью вышибного заряда вылетает боевая часть – кассетный элемент. На высоту метр полтора над поверхностью земли. Срабатывает взрывчатка, вокруг которой одета осколочная рубашка с большим количеством осколочных элементов поражающих. И вокруг все уничтожается. Поэтому спасатели призывают на недавно освобожденных территориях, и рядом с ними не стоит отправляться в лес. А в самих городках лучше не ходить по высокой траве. Передвигаться можно только дорогами, которые уже проверили саперы. Субтитры создавал DimaTorzok